Всех приветствую на своем канале. Сегодня мы приехали на прудик половице рыбки. Но для меня рыбалка, конечно же, не важна. Для меня важно собрать как можно больше травок, полезных травок для моих шаншилок. И мы как раз приехали вовремя. Посмотрите, сколько много здесь мать и мачехи. И еще немаловажно это ива. Ива, которая только начала распускаться. Нарвала ей небольшой пакетик мать и мачехи цветочков, потому что листиков еще нет. Листики появляются только летом. Мать и мачеха это лечебная травка, поэтому в постоянном доступе она не должна быть у шаншилок. Эта лекарственная травка идет как отхаркивающее средство. Ну а вот иву можно есть шаншиллом каждый день. И шаншилки ее очень-очень любят. Поэтому нарезаю ивы как можно больше. Собираем веники и будем дома сушить. Вы только посмотрите, какая красота. Одно удовольствие ходить, собирать травки и вдыхать свежий-свежий воздух. В этом местечке растут не только ивы и мать и мачеха. Здесь еще есть прекрасная березовая посадка. Но сегодня я не стала собирать березку, потому что мне необходимо собрать как можно больше ивы. Ну а березки мы соберем позже. Ведь заготовки только начинаются. Прогулялась по бережочку и даже нашла вербочку. Смотрите, какая красота. Ну, природа, конечно, шикарная. Что тут скажешь? Прогулялась. А вот это камыши. Они в три раза выше меня. И когда я шла, такой звук был классный. Они прям шуршали. Конечно, непередаваемые ощущения от такого шелеста камышей. Ну, а это наш улов. Ивовые веники. Шиншилки очень любят иву. Ну, а это у нас мать и мачеха. Немножко, но нам будет достаточно. И желательно, если бы она вообще не пригодилась. Ну, а здесь у нас сушится крапивка и пырей.